Выйти на ковер и победить – задача каждого спортсмена. Порой, чтобы одержать верх над соперником, приходится изрядно попотеть. Особенно, если речь идет о крупных соревнованиях. В моей категории 7-6 соперников. Мне кажется, они будут слабенькие, я их выиграю быстренько. Уверенность и воля к победе – очень важные качества. Без этого успеха не добиться. Краевой турнир по самбо в поселке Октябрьский проходит уже второй раз. Он является самым масштабным в районе. Развитие детско-юношеского спорта поддерживает агрохолдинг «Гудвилл». Вначале при поддержке предприятия была создана спортивная школа. И сейчас, чтобы ребята могли показать свои достижения, «Гудвилл» в Зональном районе проводит краевые состязания. Стремимся к тому, чтобы жизнь соответствовала городской. Примерно. Это в наших силах. Мы не только здесь спорт содержим, мы поддерживаем и школу, и детский сад. Мы с подрастающим поколением работаем вплотную, чтобы приготовить их к жизни, к дальнейшей. Не обязательно, что они будут у нас работать в нашем холдинге, но вообще для дальнейшей жизни в России. Проведение таких крупных турниров в селе позволяет увеличить число воспитанников спортивных школ. Так только от первых соревнований, которые были организованы в прошлом году, количество желающих ходить на занятия выросло почти на 50%. Турнир был создан с целью пропаганды и развития самбо в Зональном районе. Для ребят, чтобы они занимались не один год, чтобы их привлечь, чтобы у них загорелись глаза, чтобы им хотелось в будущем заниматься, не пропускать тренировки, достигать вершин спортивных. То есть все это ради них. В этом году места на пьедестале почета оспаривали больше 150 борцов. В итоге в неофициальном командном зачете победу праздновали самбисты Зонального района. У них 8 золотых, 7 серебряных и столько же бронзовых наград. Все же, как ни крути, а родные стены помогли добиться высоких результатов. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни. Иван Зяблицкий. Будни.